Здарова! С вами Грани Гика, Паша Сюр, Витя Скофер и мы после длительного перерыва продолжаем снимать для вас гремлинов. И сегодня у нас кто? Сегодня я расскажу, как играть гремлинами без гремлинов. Сегодня мы поговорим про Уликса. Ну один-то гремлин точно есть? Ну это мастер. Или он в душе свинья? Я думаю, что да. Хорошо, поехали, давай. Ну, во-первых, верды нам несут отличного Найтмарного Уликса. Не без этого. Тебе страшно об этом думать? Я со страхом сердца представляю эти игры на столе. Когда враг меня уже морально унижает, выставляя свою армию. Шикарные получились скульпты, очень классные такие бодренькие поняшки. Неожиданно было, неожиданно, ладно. Я ждал чего-то подобного, я думал, что будет Дед Мазай. Будет зайчая тема и будут маленькие зайчики, дополнения к большим. Ну они просто плохо знают русскую театру. А теперь будет белоснежка и куча зверей. Нормально. Поехали. Ну так вот, Уликс. Да, Уликс, я считаю, очень недооцененный мастер. В основном потому, что, как правило, модели, которые хорошо играют с ним, они не очень нужны в других расписках. Поэтому я знаю очень многих игроков, которые говорят, типа, ну вот я всех собрал. Кроме Уликса. Да, кроме Уликса. Уликс, ну типа свиньи, мне не надо. Но я лично с Уликса начинал. Собственно ради свиней я начал играть в Малифо. Своей коллекции свиней вот я добавил. Еще маленьких пластмассовых. Ну, соответственно, Уликс, да. Кое-где пишут, что Уликс это как-то двойник Хоффмана. Вот. Я бы сказал, что он пополам. Калека. Он тоже калека, да. У него одна нога. Вот. Он тоже катается на своих верных товарищах. Ну, только если Хоффман катается на конструктах, то Уликс катается на свиньях. Вот. И он тоже может заставлять их делать дополнительные действия, да. Но мне кажется, что, помимо этого, Уликс еще немножко Никодим. Причем такой, как бы, хороший Никодим. То есть, мертвый немножко? Нет, он просто умеет призывать толпу моделей, которые очень ему будут полезны. И, в общем-то, я сторонник того, чтобы играть Уликсом именно от призыва, да, как сам Уликс. Вот. Ну, да, давайте немножечко про карточку, немножечко про возможности, да, а дальше потом, как обычно, к моделькам перейдем. Вот. Ну, соответственно, что у нас хорошего написано на карточке Уликса? Уликс сам по себе очень медленный. У него четвертый волк, у него нету чарджа совсем, и у него есть правило, которое запрещает ему делать больше двух волк-экшенов за активацию. При этом у него есть такое компенсирующее правило, что если свинья в дюйме от него начинает движение, то он может на эту свинью попушиться в конце этого движения. Вот. Это в целом удобно, и, в принципе, если хорошо расставить поросят по карте, то можно заход его, значит, по цепочечке передавать. Но именно попушить, не поплесить. Да, именно попушить, поэтому нужно очень внимательно следить, чтобы по дороге не мешались там элементы террейна, другие модели и так далее. Чтобы свинья не поворачивала там за угол. Да, за угол тут не уйдешь. Но, тем не менее, можно его по полю таскать. В принципе, это достаточно. Ну, ему, в общем-то, и не нужно много ходить. Да, Уликс, как правило, ну, по крайней мере, у меня, он стоит в глубоком тылу и шлет, волны, свинины, вот как Никодим. Да, то есть, вот только живые, розовые, визжащие, очень классно. Врагам приятнее их убивать, чем нежицы. Да, наверное. Можно перекусить. У нас была смешная партия в «Порте в Соник Рид», когда... Она жарила их. Она их жарила, да. То есть, у нас был такой заговор арканистов на свиноферме. Их, дорогой, подходи! Она этих поросят жарила и превращала их в вечных сталкеров. Вот, то есть, были арканистские свиньи, наверное, такие заговорочки. Вот, соответственно, что еще полезно у Уликс на лицевой стороне? Значит, у него шестой дефенс с вшитыми перьями. На перьях у него очень полезный триггер, по которому он получает плюс один к результату дуэли, если рядом с ним есть свиньи. Ну, максимум плюс двух. То есть, в принципе, у него практически всегда восьмой дефенс. Да, но это триггер, поэтому не работает на дизенгейджен страйке, не работает в дуэлях простых, если где-то нужно что-то пройти. А вот от атак он достаточно неплохо защищен. Такой же у него триггер на Вилл Пауэре. Но Вилл Пауэр пятый, и триггера там вшитого нет. Поэтому, если нас бьет ПВП, то придется какую-то карточку, например, показать или камушком, чтобы получить бонус. Ну, то есть, седьмой ВП можно сделать. Ну, нравится, седьмой ВП, да. Вот. Impossible to Wound. Десять дырок всего, правда. Это не очень много. Но человек, что он в тылу стоит, то... Он тратит свое здоровье, когда призывается. А. И, в принципе, он довольно активно расходует свои раны, поэтому ему нужны камни на превент, и ему нужен кто-то, кто будет его подлечивать в процессе. Об этом далее. Да. Соответственно, еще одно полезное его свойство. Он обладает свойством порк висперинг, то есть, снимает свиную неадекватность с модели восьми дюймах. То есть, они не обязаны там чержевать? Да, у свиней есть спецправило, что если в восьми дюймах от них нету модели с этим правилом, либо в двух дюймах гремлина, то любое действие должно быть чарджем. Вот Уликс, он успокаивает свиней вокруг себя, делает их более... Все будет хорошо. И, соответственно, он их приводит в порядок. Значит, какие у него есть полезные действия? У него есть атака. Атака ближнего боя, кастом, аж четвертым энгейджем, но, правда, пятым навыком всего лишь. Атака, на мой взгляд, это что-то из области, значит, уже таких атак последней надежды, когда его приперли в угол, потому что она наносит не очень большой урон, там 1, 2, 4, с минималочкой 1, но она вшивает на модель свою кондицию, что цель становится вкусной, и, соответственно, свиньи бьют по ней с плюсами на атаку. И на баранах, на невшитом триггере, все свиньи в радиусе могут пробить одну атаку по этой цели. То есть, если кто-то пришел и пытается, значит, Уликса жестоко убивать, то толпа свиней вокруг него просто его сожрет с этой атаки. Все смотрели бойцовский клуб? Да, только это было в бойцовском клубе. Ой, не бойцовский клуб, это было в снэтче. Знаете, что делают с трупом свиньи? С живым они делают то же самое. А с жившим трупом тоже? Да. Дальше у него есть полезная способность, он может подтягивать свиней к себе. То есть, там нужно прокастить, и свиньи к нему пушатся все в БТБ. А если не прокастил, вдруг, если четверку не показал, то свиньи его чаржат. Ну, неприятно, конечно, такой риск небольшой есть, но, как правило, четверка на руке есть. Ну да, не самый великий. Мастер и мастер там не нужны. Там на мастер есть триггер, что свиньи еще полечатся за это. На один, да, те, кто попушатся. Ну, как правило, это нужно немножко для другого. И, соответственно, у него есть нулевочка, которая используется очень часто. Он вносит в себе две раны и лечит всех свиней в шести дюймах вокруг себя тоже на два. Соответственно... Чем больше свиней, тем больше профит. Да. Как это работает? Значит, основной апгрейд, который я всегда беру у Люксу, абсолютно без него, я считаю, он просто не имеет смысла, это апгрейд хасбандрия, свиноводства, скотоводства, разведения. Вот. С помощью этого апгрейда можно делать маленьких поросят из больших свиней, либо делать варпигов из маркера. Да, то есть мы либо, значит, у нас есть в четырех дюймах свинья на 50-й базе, показываем девяточку, вызываем в двух дюймах от цели поросенка. Поросенок получает две раны, свинья донор получает две раны, поэтому свиньи размножаются на самом деле черенкованием. То есть вот ты, как бы, кусок, значит, свиньи какой-то отрезал, в землю воткнул, поросенок из нее вылупился. Вот. Соответственно, с 12-ти можно, если вокруг тебя есть три схеммаркера в четырех дюймах, снять эти маркеры, внести себе четыре раны и вызвать варпига, варпиг получает тоже четыре раны. Варпиг выходит в БТБ с Оликсом. Ну, я скажу так, вот, у меня ни разу я не выиграл партию на 50, чтобы я в ней призвал варпига. Поэтому... Спам мелких пиклетов? Я, да, я больше люблю играть спамом пиклетов, но, в принципе, стратегия от призыва варпига, она имеет право на существование. В общем-то, если хорошо заточиться, там, поиграть в геометрию, то можно и трех вызвать заход. Ну, там нужны какие-нибудь модели, которые умеют класть маркеры не интерактом, там, Аканами, например, или вот этих вот, значит, новых пионов, мертвых крылатых свинок. Которые тоже от себя кусок отрывают, и маркеры кладут в БТБ. Ну, и, в принципе, да, потом можно, значит, вот, трех варпигов, если вдруг три дамы на руку пришло, то можно их призвать. Следующий апгрейд, который нам очень нужен, это апгрейд пятой волны, апгрейд Мидвайфери. Он дает у Люксу свойство, что свиньи, которые призываются в трех дюймах от него, живые свиньи, они не получают слоу. Это огонь. То есть, ты призвал три модели заход, и эти модели без слоу уже побежали. То есть, полностью, как бы, работоспособные модели. Да, полностью. С половиной ХП только, да? Нет, не с половиной. Поросяты без двух приходят, а варпиг без четырех. Учитывая, что у варпига 12 своих, там нормально, да, то есть, он в двух третях. Вот, соответственно, да, и вот, когда ты все это понапризывал, то в конце делаешь нулевочку. Себе две, со всех свиней вокруг себя снял, и, как правило, это у тебя четыре модели полечились. То есть, все поросят у тебя здоровенькие, вот, свинья-донор, которую ты резал, значит, там она осталась в минус двух, или в минус четырех, в зависимости от того, сколько поросят призвал. Да, ну и варпиг, которого ты призвал, тоже, значит, там. В минус двух? В минус двух, да. В общем-то, этого достаточно, учитывая, что свиньи тоже умеют лечиться. Слушай, у него лук. У него лук, это следующий апгрейд. А, окей. Третий апгрейд, который, в общем-то, из пул-апгрейдов улекса нам нужен. Да, у лук дает сам по себе классную атаку стрелковую, седьмым навыком, и на перьях дает, значит, свойство, что свиньи наносят плюс один урон по цели. Вот. И вторая способность, которую можно с лукой использовать, значит, там нужна, по-моему, то ли шестерка, то ли восьмерка баранов для этого. Выбираем с нее восьми дюймах, стреляем из лука в зад, и она совершает чардж. Кошпаренная. Причем ее так классно мотивирует этой стрелой, что если она свою цель сожрала с этого чарджа за две атаки, то она сразу делает чардж в следующую ближайшую цель, кроме улекса. И так пока не закончатся модели, или пока она не упрется в кого-то, кого она не может убить. То есть против кучки дохлых крыс каких-нибудь. Да, если куча крыс, например, без гаммелина, которые запрещают чарджи делать вокруг себя, то вполне себе. Я очень хочу поиграть как-нибудь в такой пинг-понг, пинг-бол с крысами, чтобы чардж, 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 и всех съедать, еще лечиться в процессе. То есть там, в общем, можно очень много всякой грязи сделать. Но, правда, я обычно не беру этот апгрейд на самого улекса, я беру его обычно на Сэмми. Потому что Сэмми себя на переднем крае немножко комфортнее чувствует, с седьмым дефенсом, и она, в принципе, нормально. То есть выбежала и потом пошла запускать, запускает свиней. А там еще остались какие-то апгрейды. А, у нее есть Проща. Есть свиная Проща. Вместо Лука? Да, у нее есть только одно применение полезное. Я убрал ровно один раз. Это если ты ждешь, что против тебя будет Маркус. Потому что Проща говорит, что свиньи в банде улекса перестают быть бестами. И, соответственно, перестают быть интересными Маркус. И вот с энергии не работает. Да, я вот один раз ровно взял этот апгрейд, потому что мой соперник знал, что у меня будет улекс, я знал, что у него, в принципе, в пуле есть Маркус. От греха подальше? Да, и я подумал, что, конечно, он возьмет Маркуса против улекса, и я угадал. Да, поэтому он вот свои бестовые вот эти вот штуки сделать не мог на мяг свиньи. Плюс там довольно бестолковая, на мой взгляд, атака. Значит, нужно взять свою свинью первого роста, а это очень небольшой выбор. То есть это пиглет или фарш-поросенок. Тафец. Да, либо, соответственно, крылатый поросенок. Вот три свиньи у нас есть первого роста. Надо попасть в противника, и тогда этого поросенка ты плейсишь с ним в БТБ, поросенок получает урон, противник получает урон, а на триггерах либо поросенок не получает урон, либо берет фасту. Типа пегапульты такой своеобразный. Ну, вообще ничего общего не тут, да. Скорее, как Ленни. Вот Ленни он пихает, модели маленькие, и запрещает им делать интеракты до конца хода, там, с уроном. Вот так и тут. Ну, честно говоря, я не вижу смысла, зачем кидать поросенку с уроном на 8, если этот поросенок на те же 8 подчаржит сам. Тем более, что он вышел у нас без слоу, и он подчаржит за 1, и вообще вот так сработает. Вот. Поэтому, ну, не знаю, если ждете Маркуса, ну, возьмите там, камень потратьте. Есть еще палка у него. Палка, вот эта вот, ковырялка. Она дает возможность один раз за активацию взять карту, вот, и дает атаку нулевочкой, там, нормальную, шестым мили, с максималкой 7. Но, правда, первым ингейджем палка короткая. Но заостренная. Ну, она, так сказать, такая, утяжеленная, убедительная, значит. Палка аргумент. Ну, не знаю, ни разу я это так и не дрался. Брал первое время, ну, типа, карту взять. Но, опять же, да, если очень переживаете за добор руки, лучше, опять же, дать таблет Сэмми. Потому что все-таки тратить АП-мастера на то, чтобы взять карту, которая тебе в основном нужна для того, чтобы использовать АП-мастера на призыв, ну, такое, не знаю, не очень здорово. Вот. Какой таблет я у него забыл, из пятой волны новый, и он дает какое-то довольно бестолковое свойство, типа того, что есть у Сомера, что можно ткнуть в модель, которая где-то там далеко, и все свиньи к ней попушатся, и одна ее укусит. Ну, опять же, да, мы в основном работаем... Когда они ситуативы? Мы в основном работаем с фарпигами и пиглетами, которые и так его подчарджат на те же самые ось. Ну, а так он придет с ним в Энгейдж, и, соответственно, вместо того, чтобы сделать две атаки с чарджа за одну АП, сделает одну. Ну, не очень нужно. Вот. Это то, что касается мастера, его апгрейдов и его возможностей. Коробки с ним лежат? В коробке с ним лежит, во-первых, с ним лежит майор. Это такая большая свинья с бровями, как у Брежнева. Играет с Уликсом, играет, в принципе, с Омером в свиных сборках. При желании можно играть с Вонгом, потому что это хенчман, достаточно толстый, достаточно живучий, 12 дырок, hard to wound, четвертый, правда, всего лишь деф, шестой ВП. Вот такой жирный тварь, правда, и промахнись. Ну, да, но зато он достаточно неплохо терпит, тем более, что можно использовать камни. И отшиливать еще. Да, он умеет лечиться на своих атаках, значит, на триггере. Плюс ему можно дать, например, ликерчик, чтобы он мог подлечить себя или подлечить Уликса. Бухающая свинья? Она наливает, скорее, чаще. Чаще наливает, чем бухает сама. Вот, соответственно, он неплохо может сам врезать в ближнем бою, да. А, вот я забыл, что у Уликса есть еще одна способность, что он может пнуть свинью, которая рядом с ним, там, в двух, по-моему, дюймах, и приказать ей совершить один экшен. Чаще всего это как раз то, чтобы пнуть майора, и он, значит, своим хорошим шестым мили с третьей минималочкой кого-то укусил. Там, соответственно, у него два триггера. На перьях он подлечивается, на баранах, если он убил цель, то там свиньи пушатся к нему и съедают то, что осталось от цели, и подлечиваются тоже. Ну, в целом, майор, у меня, по крайней мере, это основа модель поддержки, да, он нужен для того, чтобы свиньи не чарджили друг друга, то есть он запрещает френдли свиньям, остальным чарджить других френдли свиней. Это достаточно полезно, если у нас вот эти все дикие неадекватные свиньи бегают где-то там далеко, да, далеко от своих погонщиков, и вот чтобы они сами себя не колбасили, ну, соответственно, майор очень нужен на поле. В какой-то зоне, или он вообще подносит на поле? В принципе, там даже не написано. Батя сказал, не чарджит. Да, даже не написано, что пока он в игре. То есть, как я понимаю, что даже если его убрали с поля, все равно это свойство действует на протяжении всей игры. Соответственно, у него есть очень полезное свойство, что свиньи, которые активировались в 4 дюймах от него, они получают плюс на атаку и дамаг флипы, которые делают с чарджа. Да, за счет того, что у нас свинья может на 5 пробежаться, и, соответственно, потом еще подчарджить на 8 плюс 1. Достаточно большой радиус этой способности, и, в общем-то, свиньи, которые вот даже призваны сейчас улексом в этот ход, они уже могут с плюсами подчарджить и довольно неплохо противнику раздать. Плюс, зачем еще нужен майор? Майор за сброс карты и 1 АП вшивает свинье любой, значит, в лосе масть сброшенной карты и пушит ее на 4 дюйма. То есть, опять же, очень полезно, чтобы дать нашим варпигам нужные триггеры, для того, чтобы вывести их на удобную позицию для атаки. Внутри ты увеличите? Да. В общем-то, тоже очень хорошее полезное свойство. Плюс, на майора можно взять седло, для того, чтобы катать какую-то еще модель, например, на стопхоллера. Да. И уже плейсить ее к нему. И майору можно дать апгрейд корнхаскс, который дает пиглетам возможность в лосе от майора делать интеракты за 0, вместо, значит, за 1. И все френдли свиньи в лосе от майора, они могут в конце активации съесть вражеский маркер в одном дюйме и полечиться. На этом есть смешная сборка с первым помощником, когда помощнику дается апгрейд, который говорит, что когда френдли модель сняла маркер вражеский, сбрось карточку и получи какие-то плюшки, вплоть до того, чтобы взять дополнительный соулстоун. И если играть от поросячьего спама, то в центрах ставится помощник, и вот вокруг него этот пузырь, где поросяты едят маркеры, в конце активация, и флипают карты, добирают камни, пушатся, лечатся. То есть такая происходит, очень классная движуха. Вокруг камней. Да. Они как будто выкапывают эти трюфеля. Трюфели. Ну там нет, там с трюфелями другое свойство, это у пиглетов есть. Ну ладно. Вот. Соответственно, это майор. Плюс майор умеет пушить к себе гремлинов, но поскольку мы играем без гремлинов, то это не очень полезно. Дальше у нас в коробке лежит тотем Уликса, его пастушья собака Пенелопа. Она тоже классно синергирует со свиньями, и я ее беру практически всегда. Очень дешевая модель, за два очка, может укусить, снимает точно так же, как Уликс, значит, восьми дюймов вокруг себя, свиное бешенство. Вот. Может деплоиться from the shadows. И, соответственно, что очень полезно, за нулевку, она свинью может попушить на ее волк. То есть мы здесь опять увеличиваем эффективность всей этой банды, плюс свиньи в 6 дюймов от нее получают плюс 1 к волку, если начинает активаться. То есть варпик начинает бегать уже на 6. Вот. И в коробке с Уликсом лежат 3 диких кабана, миньоны, после Радс, 100 и 100 и 5. Раньше 100 и 6 не играли почти совсем, а сейчас, в принципе, можно брать, потому что они деплоиться from the shadows, 8 дырок, 5-ый дефенс, 5-ый мили, 4-ый всего лишь продвилл пауэр. Вот. Сыная неадекватность, то есть должны чарджить, если есть возможность подчарджить. Поэтому, например, их можно деплоить с пенелопой где-нибудь, значит, на передней линии, чтобы они в первый ход отсидели там где-нибудь за камушком, а на второй уже там маркеры могли кидать. Или наоборот, откровали, хорошо. Соответственно, на баранах у них стандартный свиной триггер стампит, получить одну дырку и подчарджить ближайшую другую цель, принудительный триггер, на перьях лечится, на 1-2-3. То есть, в принципе, достаточно неплохие миньоны. Чарджет за 2 обязательно? Чарджет за 2. А, уже. Вот, да, не так хорошо, но в целом тоже терпимо. Вот. И сейчас, когда стали стоить 5, в принципе, нормальное решение взять 5 штук, высадить их, значит, куда-нибудь вокруг вражеской деплойки, особенно если удалось расстановку выиграть. И пока противник переваривает 40 вундов свинины, Уликс, значит, с майором, делает еще там на 12-15 камней новых моделек, и эта вся розовая волна идет дальше на противника. Занимает весь центр. Я так играл, в принципе, они в принципе не выходят из деплойки. Вообще. Там весь в свиньях. Погряз. Бедный оппонент. Да. Соответственно, это то, что у нас лежит в коробке. Докупаем мы? Докупаем мы, естественно, пиглетов. Много пиглетов. Ну, лучше 2 коробки взять. 6 штук нормально. 7 и ИС-Обгисперер берется. Вот. Докупаем мы варпигов. Лучше 2. Можно, можно больше, но, честно говоря, не знаю. Я обычно, вот, стараюсь не призывать, могу взять 2 на старте. Чтобы на них взять классный нулевый апгрейд, который дает им за сброс плюсы на все флипы до конца активации. вот, очень неплохо. Рар у них? У них нету рара. Нет, у апгрейда. А, у апгрейда у него 3 рар. То есть, можно 3 взять. 2-му спокойно. потому что. Вот. Тем более, стоит 0, в принципе, влезает. Вот. Ну, и можно взять, ну, нужно на самом деле взять стопхоулера. Хотя бы одного. Который по-моему кормит. Да, который кормит по-моему и до 4-х моделей вокруг себя свиней и гремлинов может полечить. Он выхиливает оставшихся после хила Уликса. И самого Уликса. И самого Уликса. И, как правило, себя, потому что он берет рэкклес и, значит, хиляет побольше. Чтобы подбежать. Нет, он хил за 2, поэтому ему обычно нужно не подбежать или положить маркер и потом за 2 еще полечить. Вот. У него, в принципе, есть атака, которая понижает противником дефенс до 4-го. В общем-то, не слабо так размягчает. Но это, опять же, на случай, если враг дошел. Вдруг. Да. Хотя, вот, мне кажется, что если враг дошел и уже, значит... То тебя уже не спасет. Да, уже все плохо. Размягчение. Уже все плохо. С Уликсом отлично играет пегапульта. В прошлом году с Уликсом пегапульта была королева интерференции, потому что можно было в конце хода поплесить 3-х поросят практически в любую точку поля, значит, там. И плюс еще эти поросята, они падают в параличе, но могут использовать эти способности в конце активации и, соответственно, они еще и маркера съедают вражеские. Маркеры. То есть, противник не скорит ничего. Вообще. То есть, там, ни клейнджамп не скорился, ни ливьо-марк не скорился, и могилки не скорились, ничего. То есть, просто вот все схемы на маркеры прекрасно динайлись. А сейчас? Сейчас интерференции нет толком. То есть, она вот сейчас будет у нас в ротации в четвертом квартале, вот, но все московские хенчмены говорят, что нет, мы не будем в это играть, мы будем что-нибудь нафлипывать, сколько можно, дурацкие старые четверти, гремлины доминируют, нагибаются, в общем, сколько это можно терпеть. Вот. Значит, но в целом пегапульта до сих пор может сыграть, потому что уликс поставляет ей боеприпасы в нужном количестве, да, и стрельба с шестым шутом, с игнором лоса, с игнором ковра, там, с нормальным, в общем-то, уроном, три раза за ход, в принципе, тоже можно кого-то очень сильно гачить. Стафида не берем, да? Стафида можно взять, но мне кажется, что стрелять шестым без бластов и с возможностью почтить дамаг лучше, чем пятым и с такими ситуативными бластами выпадет, не выпадет, показать их там, даже с фокусом нужно достать одну карту среднюю, как минимум, вот, ну, не знаю, стафида я стараюсь призывать. Вот, можно брать Сэмми, давать ей лук, пускать ее за варпигами, чтобы подгонять противников. Сэмми Лакруа. Сэмми Лакруа, да. У нас остались сегодня охваченные свиньи, это Грейси, это треуголовая свинья Сол и механическая свинья, вот, в принципе, они все три на 50-х базах они могут быть донорами для Солмона Пиглетов, да, но... Рожать их? Они не рожают, они черенкуются. Ладно, ладно. Вот, но, на мой взгляд, за счет того, что у них нет чарджа за один, за счет того, что они сами по себе не очень быстрые, ну, я их беру очень редко. То есть, за те же самые, там, 8-10 камней интереснее взять варпига. Вот, и он, в общем-то, присутствует немножко больше пользы. А летающие мертвые свиньи? Летающие мертвые свиньи, честно говоря, пока не распробовал. То есть, опять же, они интереснее под призыв, да, вместо, значит, обычного став спиглета позвать летающего, но, пока я не сталкиваюсь с ситуациями, где летающий был бы выиграннее. Лучше напугать противника вот этим вот, значит, взрывным поросенком посреди его банды. Ищите отчеты в радиобою. Да, Может быть. Что-то мы об этом напишем, наверняка. Да. Кто-нибудь еще? В целом, это вот все, что нам нужно для комфортной игры улексом. Дальше добираем уже модельки по вкусу. Можно брать Берта, можно брать Фингерса, в принципе, там Франсуана комаре влезает. Франсуана комаре везде. Он влезает везде, плюс, чем хорош улекс, у него, значит, вот его ядро банды, в закачке, с ультра все включено, это 23 камни. Остальное призывается просто. Да, и можно уже спокойно, комфортно призывать, а еще на 27 камней набрать того, что нам нужно под конкретные схемы. То есть, если много интерактов, берем Фингерса, если там ждем много маркеров, можно взять помощника, Берта, чтобы кому-то лицо оторвать, Франсуа, комаров. Вот, Хог-Виспер, не знаю, можно взять, чисто поржать. Потому что, я не знаю, я ни разу не показывал стоп-дека нужное количество масок. Вот, хотя, в принципе, если очень хочется реактивировать свиней, можно взять Висперера и взять бага, чтобы баг у нас включил свою классную ауру, ливит ту лак, и, соответственно, у нас уже реактивация была не с пятерки, а с тройки. Масок. Ну, можно пробовать. Не знаю, ни разу не получалось, но идея неплоха. Чисто теоретически можно брать с вами керсидов, но их нужно перевернуть на первый вход в свинью, для того, чтобы они начали свинергировать с уликсом. Хорошее слово, свинергировать. Да. Вот, в общем-то, то, как у нас работает улик, какие модели к нему нужны. Мастер интересный, мастер сложный в текущей мете, потому что, к сожалению, очень много сейчас моделей, которые бьют по виллпауеру, а виллпауеру это традиционно слабое место наших свиней, у пиглетов он третий, при шестом дефенсии, у варпига четвертый. Вот. И, в общем, если ждете неверборнов, лучше не надо, лучше не берите. Если ждете гамелина, тоже, в общем, не стоит. Вот. Даже пердито может нас огорчить и заставить нашего классного, большого, жирного варпига подчарчивать того же будет неприятно. Грустненько, да. Ладно, спасибо большое за рассказ, спасибо, что смотрели, но у нас еще одна приятная новость, конкурс репостиков. У нас сегодня были свиньи, поэтому будем разыгрывать сначала свиней, причем в четыре захода, и не только свиней. Короче, на репост у нас отдается из моей личной коллекции немного конверсионная, немного безгремлина Пегапульта. Мы набираем 30 репостов, к ней добавляется Грейси, еще 30, Малыш Бурт, а на 120 будет сюрприз, если наберем. Все, а теперь спасибо за просмотр, пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok